В редакцию телекомпании «Город» обратились неравнодушные жители Рязани. По их словам, в реку Трубиш в районе лесопарка происходит сброс канализационных отходов. Выехав на место, мы убедились в том, что вода, попадающая в речку, действительно пахнет канализацией. Здесь же можно увидеть пену неизвестного происхождения. Работники местного предприятия пояснили, что периодически эта пена заполняет Трубиш до середины русла. Чаще всего это происходит сезонно. По осени здесь очень большой сброс идет, потому что, что за сброс не знаю, но пена из Дунайчика очень большая выходит. Очевидцы пояснили, что пена появляется преимущественно в утренние часы. Растекается она, ну метров, наверное, на 15 от берега выходит в глубину и по берегу метров 20, наверное, так вот стоит. Часа два-три постоит, потом пропадает. Как нам удалось выяснить, из этого бетонного сооружения на самом деле вытекает небольшая река Дунайчик, которая проходит по городу преимущественно по трубам. Своё начало она берет в полях за селом Дядьково. Далее, по словам экспертов, она проходит вдоль северного обхода и попадает в лесопарк. Здесь она впадает в Трубиш, который в свою очередь впадает в Аку. Специалисты, ежегодно обследующие рязанские коллекторы и исторически значимые места Рязани, подозревают, что в реку Дунайчик происходит сброс канализационных отходов, поэтому в лесопарке от водоема исходит неприятный запах. На мой взгляд, есть такая вероятность, что идет слив сточных вод и канализационных вод, отходов именно вот в эту трубу, в этот ручей. И, соответственно, свое начало, она где берет, там она, естественно, чище, потому что она берет начало из луговых полей, луговой речкой еще ее называют. То есть, скорее всего, это вот эта вот южно-юго-западная часть города, где продолжение северного обхода Рязани идет просто сброс каких-то канализационных сточных вод. Кроме этого, очевидцы, исследовавшие другие реки Рязани, проходящие по трубам, говорят, что река Лыбедь в районе Кремлевского вала является еще более загрязненной. Они предполагают, что городские организации и жилые дома каким-то образом могут сбрасывать сточные воды в коллекторы рек. Это негативно сказывается на окружающей среде и, вероятно, здоровье людей. При этом, такая проблема охватывает всю Россию и многие реки Рязани. Река Дунайчик в конце 19 века носила гордое название Дунай. Сейчас она является совсем небольшой. Часто ее можно заметить в лесопарке только в период таяния снегов или при обильных осадках. Эту реку называют рекой-призраком, потому что, опять же, город два раза в год ее можно наблюдать. Вот она сильно загрязнена. Рязанские активисты и очевидцы загрязнения этой реки просят обратить внимание на сложившуюся экологическую проблему. Специалисты говорят о том, что если уделить внимание Дунайчику, в лесопарке можно было бы организовать на нем даже прогулки на лодках.